Ну что ж, Виталий нам показал, как он работает с базами и со своими партиями на примере программы Chess Assistant. Я же вам покажу, как работать, то есть, проводить те же самые операции, но с программой Chess Base. Chess Base, как мне кажется, это наиболее популярная программа. Вот, допустим, представьте, что вы играете на турнире, сейчас по новым правилам не разрешается дублировать как бы партию, то есть раньше можно было, например, писать в бланк, а также в какую-то собственную тетрадку, но вот сейчас разрешается после партии, так как технологии у нас дошли достаточно далеко, разрешается партию сфотографировать, то есть нотацию именно, как вы играли, для того, чтобы потом дома можно было ее воспроизвести на шахматной доске, поанализировать, ну а также забить в компьютерную программу. Вот как раз есть у меня вот Chess Base, и вот вы видите, что здесь файл называется база Олег. Итак, эта база составлена на основании базы моего города, то есть я имел доступ к бланкам, поскольку у меня, я был как бы, именно существовала такая, можно сказать, негласная профессия набивщик партий, то есть когда только еще вот эта программа набирала свои обороты, тогда еще была Chess Base 9, все это было в новинку, и партии обычно никто никуда ни свои не забивал. Понятно, я сейчас говорю именно про такие турниры, которые не обсчитываются Фиде, то есть это во многих городах, поскольку именно турниры с обсчетом Фиде, они ведутся в крупных в основном городах, там надо платить достаточно большой турнирный взнос, именно вот поэтому сейчас как бы я со своей точки зрения веду речь, то есть в моем городе как раз турниры Фиде не обсчитывались, и вот все бланки, которые были сыграны после партии, они мне давались, и я набивал их вот в эту самую базу, то есть каким образом я это делал? Я создавал базу, например, в CBH, и потом просто ручную, вот нажимаешь доска, например, я вам сейчас просто покажу, да, допустим, например, E4, E5, конь F3, конь C6, ну и, например, слом B5, вот такой вот ход. Далее я нажимал просто файл, здесь сохранить как, нажимаешь, и вот потом выбираешь какую-то базу, то есть, конечно, она до этого создавалась, эта база, вот, например, создать, открыть, и вот здесь вот мы видим, что сохранить, и вот здесь забивали белые, например, введем, давайте, как вот у Виталия Иванов, обычно именно латинской нотации забивают, потому что русское в некоторых, скажем так, программах, если вы этот файл передаете кому-то, то отображаются крикозябры, так называемые, то есть, конечно, лучше забивать латиницей. Например, Иванов, Петров, здесь вы можете забить год, когда была играна партия, месяц, день, ну и также результат. Вот видите, 1-0, ничья или 0-1. Все очень просто, причем программа автоматически определяет код ЭКО, то есть, именно индекс, каким была играна партия. И вот таким образом осуществляется набивка. Далее, соответственно, когда у вас набита партия, вот у меня сейчас база Олег, вот вы видите здесь вот такие, когда были турниры, вот они отсортированы по дате, что началось у меня, видите, в 2003 году. И вот, если мы поставим самый низ, то видим, что закончилось у меня, вот, финал 2012. То есть, в 2012 году я закончил играть в классические шахматы. Как мы видим, всего 191 партию я сыграл с классическим контролем. Ну и теперь мы с вами посмотрим, соответственно, как нужно работать со своими партиями на примере программы ChessBase. И вот я открыл партию, которая, как мы видим, игралась в 2007 году в третьем этапе Кубка города. Я играл против Александра Сергеева. И теперь посмотрим, как работать со своими файлами. То есть, вот вы, например, набили партию конь F3, конь C6, D4, CD, конь бьет D4, и соперник ответил E5. Это у нас сицианская защита, челябинский вариант. Ну и вот теперь мы работаем по двум направлениям. То есть, давайте сначала, например, просто попробуем проанализировать партию, а потом, соответственно, посмотрим, как анализируется с компьютером. Я сыграл конь F3, соперник ответил D6, я сыграл слон C4, и соперник ответил H6, не допуская хода, например, конь G5. Хотя к H6, не знаю, ход этот полезный или вредный, но, с другой стороны, черные идеи хода H6 понятны. То есть, они хотят сыграть конь F6, чтобы не допустить хода слон G5, поскольку пункт D5 у них ослабленный. Я сыграл конь C3, конь F6. Ну и давайте не будем особо прямо так сильно пока анализировать. То есть, слон E3, слон E7, ферзь D2, B5. Черные начинают контрыгру на ферзьевом фланге. Слон D5, ферзь C7, рокировка, слон B7. И здесь я играю A4 для того, чтобы подорвать вот эту самую всю конструкцию на ферзьевом фланге. B4, конь E2, A5. Я играю C4. Как мы видим, позиции на ферзьевом фланге у нас заперлась. Конь D7, конь G3. И моя идея перевести просто коня на сильное поле F5. Конь C5. Играет соперник. Ну, выясняется, что хода G6 нет. Здесь даже белые могут обнаглеть и просто съесть пешку на поле H6. Несмотря на то, что ладья вроде бы занимает полуоткрытую линию, то, конечно, просто я съедаю пешку и потом отвожу слона на поле G5. Поэтому соперник играет конь C5. Слон бьет C5, Dc, конь F5. Ну и вот мой конь попадает на поле F5. Слон F6, ладья D1, ладья D8, ферзь E3. Ну и видно, что у белых здесь достаточно такое хорошее позиционное преимущество, поскольку конь на поле F5 у них сильнее, нежели слон на поле F6. Плюс сейчас я прицелился на пешку C5. Последовал конь D4. То есть конь, как мы видим здесь, закрывает всю мою игру, поэтому приходится его бить. Конь бьет D4, CD. Ну вот CD, мне кажется, ход не очень удачный. Надо было играть ED, для того, чтобы ферзь хотя бы начал работать по этой самой диагонали. Ну и вообще ED принципиально сильнее, потому что черные должны были удлинять диагональ своему слону. После же CD у меня возникла такая мысль, то есть как мы определяем план в партии. Я знал, что в закрытой позиции конь сильнее, чем слон. И стремился к позиции, чтобы вот этот конь на поле F5 у меня в эндшпиле противостоял как раз этому слону на поле F6, который, как мы сейчас видим, ограничен своими пешками. То есть слон у черных плохой. И это видно хорошо по структуре. Мой же слон на поле D5 очень хороший. Во-первых, он работает. Давит на поле F7. Плюс всегда можно разменяться на поле B7. Я играю ферзь D2. Соперник играет слон, бьет D5. CD. Ну и вот теперь мой план сразу же становится ясен. Поскольку поле C6 очень сильный форпост, я просто хочу сыграть ладья C1 и ладья C6. Соперник здесь, как мне кажется, допустил серьезную ошибку. То есть он сыграл рокировка. Здесь, конечно же, если бы он разгадал этот план, а план на самом деле достаточно очевидный, он должен был играть слон G5. Для того, чтобы не допустить ладью на поле C1. Вообще, этот ход слон G5 очень характерен для сицилианской защиты и именно варианта Челябинского. Там постоянно всегда черный отводит слона на поле G5 и не дает пойти белому ладья C1. Ну и здесь сопернику, как мне кажется, померещивает, что после слона G5 у него будет висеть пешка на поле G7 с шахом. Поэтому он сыграл рокировка. Но вот теперь ладья C1 с темпом нападая на ферзя. Теперь ход слон G5 вообще ничего не дает, конечно же, черным. Ферзь D7 и очень важно, что я успел сыграть ладья C6. Теперь слон G5 соперник сыграл, но ферзь C2 и я захватил просто намертво линию C. Ладья C8 и еще один ход H4. То есть я просто выгоняю слона. На слон F4 последует просто G3 и слон на диагонали не удержится. Более того, он просто потеряется. Ну а после слона F6, ладья C1, здесь уже, как говорится, картина маслом. Видно, что белые захватили линию C. У них огромное сильное давление по этой самой вертикали. Ну у черных где-то какая-то вот такая проходная пешечка на поле D. Конечно, в пешечный эншпиль здесь лучше не переходить. Ладья БЦ6, ферзь БЦ6, ферзь D8, G3, еще более ограничивая слона. Король H7, конь D6. Ну и здесь уже я начинаю приступать к решающим завоеваниям. Грозит конь B7. После чего пешка D пойдет беспрепятственно. Ну так все и происходит. Б3, конь B7, ферзь Б8. Если я даже не забираю пешку на поле А5, я играю просто D6. Слон D8, D7. Ну и видно, что белые полностью переиграли своего соперника за счет того, что у них хороший конь, а у черных плохой слон. Если, например, смахнуть все тяжелые фигуры с доски, то вообще будет картина маслом. Потому что видно, что слон плохой, а конь сильный. D3. Это уже отчаяние, поскольку после ладья D1 это пешка оторванная, просто на все теряется. Но здесь соперник пустился во все тяжкие. Но после ЕФ ладья бьет F5. Ферзь Е4 еще и ладья оказалась связана. G6 ладья бьет D3. Здесь просто уже добивание. Ферзь А7, ладья F3. Ну, какая-то последняя ловушка, связанная с конь бьет D8, ферзь бьет F2. Но ладья F3 просто я сыграл. Ну и после ладья F6, конь бьет D8. Здесь соперник сдался, потому что у него висит все на свете. Висит ладья. Пешка хочет пройти ферзи. И соперник здесь сдался. Вот теперь давайте посмотрим, как анализировать эту партию, например, с программой Chess Base. Например, вот после Е5 мы столкнулись с такой вот позицией. Мы открываем с вами дебютную книгу. Как ее подключать, мы с вами уже разбирали. И видим, что так играли. Причем неоднократно. Потому что это челябинский вариант. Конь B5 считается самый популярный ход. Как мы видим, 3481 партия заложена вот в эту самую дебютную книгу с этим ходом. Ну, конь F3 тоже играли. Причем играли гораздо реже. То есть намного реже. 24, как мы видим, всего лишь партии заложены. И вот здесь играли черные конь F6, слон B4 шах и G6. Соперник же сыграл D6. И мы видим, что все. Позиция возникла уже новая. Как ни странно, в дебютной книге это не сказано. Поэтому самое время подключить справочник. То есть как подключать справочник я вам тоже показывал. Он составляется на основе мегабазы. Той самой базы, которая как раз содержит огромное количество. То есть на данный момент уже практически 7 миллионов партий. От древних времен до современных. Ну и вот здесь мы видим, что так как книга нам дебютная уже не помогает, мы уже можем посмотреть партии сильных шахматистов. Здесь мы видим, что было играно конь C3, 46 партий. Слон C4, 22 партии. H3 даже играли с идеей не допустить хода Слон G4 13 раз. Ну и более редкие ходы мы тоже видим, вот были сыграны. Я играю Слон C4. Значит программа нам показывает, что так уже тоже играли. Соперник играет H6. И вот здесь мы видим, что всего лишь, как мы видим, партии у нас уменьшаются стремительно. Причем мы замечаем, что этот вариант как раз очень не выгоден за черных. Потому что, во-первых, мы видим, что здесь играли очень низко рейтинговые шахматисты. Отметились. То есть с рейтингом 1468 это совсем смешно. Ну и результат мы видим, что 1-0, 1-0, 1-0. То есть все три партии закончились победой белых. То есть этот вариант с ходом H6 как раз не выгоден. Он считается вообще просто, можно даже сказать, забракованным для черных. То есть сюда черные просто сильные шахматисты сюда не шли. И поэтому после этого уже началась самостоятельная игра. И здесь, как мы увидели, как раз я тоже одержал победу. Если вернуться, например, на ход раньше, вот до этой самой позиции. Даже вот не здесь. Д6 здесь, конечно, очень редко играют. То есть конь F6, конечно же, считается самым нормальным ходом. Ну и здесь вот мы видим даже, что программа автоматически, чем мне нравится честбейс, автоматически показывает, что лучшие игроки вот здесь вот кто отметился. То есть Шабалов, Свешников даже Евгений здесь отметился. Вот мы видим и Конников, Роджерс, Катрониас и другие игросмейстеры сильные. То есть вот этот вариант, как раз конь F6, он считается основной за черных. Ну и вот здесь как раз возможны варианты. Значит, что мы делаем дальше? Когда мы с вами определяем, что наша партия, то есть пошла не по тому пути, после того, как мы увидели, что партии у нас пока не повторяются. Ну, кстати, вот смотрите, видите, что происходит? С перестановкой на самом деле так вот уже игралось много раз. То есть бывает такое, что справочники с очередным порядком ходов он не видит, а после того, как возникла позиция, программа уже определяет. И вот здесь мы видим, что вот эта позиция встречалась уже очень много раз на самом деле. То есть здесь отметились очень сильные шахматисты. Даже мы видим, вон Петросян здесь отметился, Купрейчик, Куснудинов и другие. То есть мы продолжаем пока идти по дереву, H3, H6. Значит, слон Е3. Ну вот здесь вот мы видим, что программа находит 6 партий. Мы пока продолжаем. То есть я показываю, как я делаю анализ. Мы видим, что программа пока у нас продолжает находить партии. То есть все это еще было играно до этой самой партии. Слон Д5. Ну и вот здесь вот мы видим, что все. Партии не найдены. То есть ход слон Д5, который я сделал, этот ход самостоятельный. И так играно не было. Возвращаемся. И видим, что было две партии. Обе закончились победой черных. Как ни странно, потому что после слон Б3, как раз, видимо, у черных здесь никаких проблем нет. Ну и конечно же мы не можем взять за пример вот такие вот партии. То есть слон Д5, как мне кажется, я сыграл здесь идейнее и сильнее. Но видим, что позиции с таким, скажем, вот именно соотношением не встречались. Что мы дальше делаем? После того, как мы самостоятельно проанализировали и поняли, что такой партии не было, мы можем сделать следующее. Мы можем зайти в справочник и вот, например, вот эту самую партию, мы на нее щелкаем, нажимаем правой клавишей и нажимаем «Копировать в нотацию». И видим, что у нас происходит следующее. В моей партии был сыгран слон Д5 и программа автоматически показывает, что ранее было играно слон Б3, слон Б7. То есть вот эта самая партия, мы ее можем посмотреть и, соответственно, посмотреть, как побеждали черные. Таким образом как раз создается вот именно своя база. Здесь, конечно же, мы можем подключать и партии сильных шахматистов. Например, вот давайте после слон C4, допустим, их хода конь C3 и конь F6, вот здесь вот по справочнику, найдем самую сильную партию и ее подключим. Каким образом это сделать? Мы нажимаем «белые», так как нас интересуют белые, значит «элло белые» вернее. Вот. И видим, что программа отсортировывает автоматически по рейтингу. И вот самая сильная партия была сыграна в 2007 году. Белые здесь победили. Вот видим, что очень трудно произносимые шахматисты. Кре-у-жа-ф-шиф. Даже не выговоришь. Игралась, кстати, партия в Blitz на площадке playchess.com через интернет. То есть здесь вот было как раз играно не H3, а, значит, после... Вернее, не H6 вот здесь вот, а слон D7. И вот таким образом мы можем анализировать свои варианты и сход подключать, вернее, партии сильных шахматистов. Ну, теперь пару слов скажу про работу с движком. То есть после того, как мы увидели, что после хода слон D5 такой позиции у нас на практике не встречалось. И после того, как именно Виталий сказал, что сначала необходимо проанализировать самостоятельно, то есть накидать какие-то варианты... Я уж не стал здесь это делать. Мы делаем следующее. Мы подключаем движок и смотрим, как он оценивает позицию. То есть мы видим, что после слон D5 позиция оценивается движком примерно равная. И он рекомендует ход слон D7, либо ферзь C7, либо слон B7. Видим, что соперник сыграл ферзь C7. Так и было. Дальше предлагается А3, рокировка ладья D1. Видим, что рокировка тоже мы сыграли, в принципе, неплохо. Дальше предлагается слон D7, ладья B8 и слон E6. Соперник сыграл слон B7. Значит, программа у нас немножко думает. Видим, что предлагаются ходы А3, ладья C1, ладья D1. Ну и таким образом мы анализируем как раз партию. То есть каким образом? Мы находим, например, критический момент, где позиция изменяется на прямо противоположную. То есть можно, конечно, вот этот самый разброс нули и прочие не считать вплоть до 0-4. Потому что все-таки позиция игровая. Ну вот, если мы, например, немножечко пролистаем и найдем какое-то вот такое резкое изменение позиции. Вот, например, мы видим резкое изменение позиции. То есть здесь программа показывает, что рокировка и, как мы видим, позиция примерно равная. Вот я обвожу мышкой. Соперник сыграл слон F6 и мы видим, что программе этот ход категорически не нравится. Сразу оценка плюс 0-9. То есть, ну, может он еще подумает и даст уже целую пешку. Но я сыграл ладья D1. Видите, что ферзь E3 сильнейший ход я не нашел. Я сыграл ладья D1. Предлагается ход ладья D8, который нашел соперник. Ферзь E3. Ну и снова мы видим, что опять позиция примерно равная. Давайте найдем, например, вот такой вот момент. Допустим, где позиция изменилась вот прямо на противоположную. Вот. Вот этот самый момент. То есть соперник сыграл Cd неудачно. И программа предлагает ферзь G3. Мы, например, хотим проанализировать свою партию и вводим уже вот этот самый вариант вручную. То есть мы забиваем, видим ферзь G3. Можно даже показать стрелочками, что при этом ходе нападают мы на пешку G7. Вот таким вот образом. Ну и дальше программа предлагает король D7. Отдавая пешку на F7. Например, мы хотим понять, что произойдет, если черный сыграет рокировка. Например, мы просто пока не видим, почему так нельзя играть. Делаем ход рокировка и видим, что программа нам подсказывает, что после этого проигрывают черный ходом комбит А6. Ну, понятное дело, потому что пешка G после рокировки оказывается связанная. И уже позиция плюс-минус в строчку, что означает, что у белых выигранная позиция. Вот таким вот образом, то есть в три этапа, давайте выключим движок, происходит анализ. То есть мы сейчас с вами разобрали просто все с самых азов, можно сказать с нуля. То есть мы получаем фотографию бланка, мы набиваем партию, дальше мы подключаем книгу и смотрим, игрались ли такие варианты. Дальше, когда у нас, например, книга кончается, мы подключаем справочник с вами и смотрим, игрались ли, то есть встречались ли такие партии ранее в партиях сильнейших шахматистов. Также мы их можем ассортировать по рейтингу. Ну и после того, как у нас позиция приобрела самостоятельный характер, и мы проанализировали самостоятельно до этого, то есть так, как мы видим эту позицию, мы уже можем подключать движок и находить уже сильнейшие, во-первых, ответы. То есть движок покажет нам, где мы ошиблись, где ошибся соперник, как он мог сыграть посильнее. И таким образом происходит у нас вот анализ собственных партий. Ну что ж, думаю, что видео у нас получилось достаточно длинное. Мы с вами посмотрели, как анализировать свои партии с помощью компьютерной программы Chess Assistant и также посмотрели, как анализировать собственные партии с помощью программы Chess Base. Думаю, что вам теперь более-менее стало все понятно, и вы сможете анализировать свои сыгранные партии. Ну а нам не остается ничего иного, как проститься с вами. До встречи в следующем выпуске, где мы расскажем, как анализировать партии уже. То есть, ну, с быстрым контролем это Rapid и Blitz. И для того, чтобы было наиболее понятно, мы с Виталием Киселевым сыграем партию в Blitz. И после этого проведем ее, скажем так, вот быстрый анализ. Все это будет у нас в следующем видео. Ну а на сегодня для вас работали комментатор Олег Саламах и международный госмейстов Виталий Киселев. Всем спасибо и всем пока. Всего хорошего.